Снова смотрим российский футбол. «Зенит» начинает межсезонье с той же командой, с которой заканчивал прошлый чемпионат. Тот матч 30-го тура не имел большого значения для питерцев, так что поражение 0-1 от Нижнего Новгорода не удивило. «Зенит» нацелился на 5-е чемпионство подряд, и «Семак» начал постепенно обновлять команду. «Сине-бело-голубые» расстались с «Дзубой», а с «Доевым» и «Крецуком» уже подписали Бакаева и «Спартака» и вот-вот возьмут лучшего бомбардира «Сочи» к «Сьеру». По вратарю вопрос пока открыт, сейчас в клубе остались опытный Михаил Киржаков и молодой Адаевский. Петерцы и раньше начинали подготовку к новому сезону дома, так что для них тут ничего не поменялось. То, что матч сегодня пройдет при своих болельщиках, тоже им поможет. А вот у команды из Нижнего Новгорода за этот месяц поменялось многое. Клуб не оставил Александра Киржакова, хоть он и выполнил задачу по сохранению прописки в РПЛ. Теперь тренировать волжан будет Галактионов, который до этого был известен по работе с молодежной сборной России. Также у команды теперь новое название – «Пари-НН». Появление букмекера-спонсора – способ сократить бюджетное финансирование. И если раньше нижегородцы играли в футбол от обороны, то теперь они будут стремиться к более зрелищному стилю. Но на это потребуется время, и многое будет зависеть от игроков. Пока что «Пари-НН» взял форварда Кротова, два гола за два последних сезона в Уфе, на замену Эйниной арендовал Рыбчинского у Локомотива. Симаку проще готовить команду к новому сезону, у него уже все отлажено, да и перемен в составе не так много. Галактионову же сейчас нужно в короткое время определиться с составом, кто подходит под его футбол, кто нет. Так что на этом Кубке Пари-Премьер не стоит ждать сенсаций. БК Лига Ставок дает коэффициент 2,00 на победу у Зенита с форой минус 1,5. Также можно рассмотреть вариант, обе команды забьют, нет за 1,84 в БК Бетбоам.